Значит, вы говорите троллинг, не троллинг, вот уже, да, серьезно поговорим о том, что вот это действительно, опять-таки, отвлечение внимания, это какие-то страшилки, нам, ну, вот пятая колонна, и люди, которые, там, ну, что можно коллаборантами называть, как угодно. Ну, это действительно такая серьезная проблема и угроза, которая где-то там, знаете, затесалась, да, в помощники, и вот так вот невидимо, значит, работает на подрыв. Или это все преувеличение, вот вы как скажете? Слушайте, если мы говорим о реальной российской угрозе, то для реализации этих сценариев в Украине есть люди, которые входят в высшее, скажем так, политическое руководство страны. Это Бойко, человек, который имеет прямые связи с Россией, уголовное дело, по которому генпрокуратура успешно сливает, пытается его реабилитировать, и я не исключаю, что дальше он пойдет на выборы президента, и все дальнейшие преследования просто объявят своими политическими репрессиями. Вы знаете риторику Луценко, что вышки Бойко уже не вышки Бойко, это уже какие-то кацубы, два пацаненка, которые работали в нефтегазе Украины, решили провернуть аферу века и купили поддержанные вышки где-то в Сингапуре у компании рижских бомжей. Но это же не серьезно, а на самом деле это риторика уже официально генпрокурора, что Бойко оказывается уже ни к чему не причастен. Дальше у нас есть конкретные представители русского мира в оппозиционном блоке. У нас есть Медведчук, я эту историю вам объяснил, может сумбурно, но я конкретно рассказываю, что последние три месяца рынок импорта в Украину сжиженного газа зачищается под компанию Медведчука. Называется она Креатив, у которой в свою очередь есть материнская компания Глузка. Это компания, которая раньше купила у Руснефти все заправки, которые были в Украине, купила нефтепродуктопровод, который, вы знаете, что по территории Украины идет нефтепродуктопровод из России и приходит Новоград-Волынский. И туда поступает русский дизель, например. Этот контролируется тоже компанией Глузка, тоже связанным с Медведчуком. И третья тема это сжиженный газ. Всех трейдеров заблокировали, причем это сделано уже не просто, знаете, спонтанное там решение чего-то. Три месяца системно СБУ давит. Вы говорите, нет доказательств, я вам показал. Вот, это письмо. Главное управление борьбы с коррупцией, Служба безопасности Украины. И возглавляет это управление господин Демчин. Павел Демчин, первый зам главы СБУ, человек Грановского. Вот уголовное дело, которое расследует департамент преступлений в сфере экономики, генпрокуратуры. Возглавляет господин Гуцуляк. Это департамент, который называют в народе департамент Кононенко-Грановского. Там недавно еще работал такой себе Дмитрий Сус, может помните? Того самого следователя, которого уличили в пытках сотрудников НАБУ и так дальше. Был громкий скандал летом прошлого года. Это силовая вертикаль, которая находится прямо под президентом СБУ и генпрокуратура. И эти два ведомства просто кошмарят 16 трейдеров, для того, чтобы их задушить и пустить на рынок монополиста нового. Он же не просто будет зарабатывать, он будет диктовать цены. И сжиженный газ, это не газ, который, знаете, где-то там по трубопроводам. Это газ, которым заправляют автомобили украинские граждане. Это газ, который используется в селах в баллонах. Это рынок постоянный, где есть кэш, где есть массовое потребление. И, конечно же, цена вырастет на газ до 20-30 гривен после этого. Это касается каждого. Я считаю, что вот это важная тема для того, чтобы обсуждать, почему так происходит в стране. Почему СБУ потом дает эти все списки, например, Минэкономики. А Минэкономики своим приказом вводят санкции на все эти компании. Это же происходит не просто, потому что у нас, знаете, случайно так звезды совпали. Это происходит системно и каждый день. Вот это тема еще.